Ребята, готовим фирменный яблочный пирог сегодня. Начнем мы с того, что выложим песочное тесто. Оно уже готово, оно уже раскатано. У вас в рецепте написано, как его приготовить. Мы выложим его в форму. Вот мое тесто. Смотрите, какое оно красивое. Вот эти точечки, это на самом деле мука, сделанная из миндального ореха, неочищенного. Тесто у меня раскатано до толщины 2 мм. Если вы готовите тесто с сегодня на сегодня, я вам очень рекомендую, когда его приготовили, сразу раскатать его между двумя пленочками или листами пергамента, для того, чтобы оно очень быстро в холодильнике, холод сквозь него прошел, охладил его. В морозилке не стоит его класть, а вот холодильник действительно здорово вам поможет. В идеале, когда вы тесто выложили в песочную форму, вернее, песочное тесто, вы выложили в форму. Вот очень неплохо будет, если оно постоит где-то часа 4 и хорошо заветрится, потому что сухое тесто, оно не сползет. И теперь при помощи ножа я его срезаю. И вот что у нас получилось. И дно, поскольку у нас оно не сквозное, нам нужно наколоть обязательно его вилкой, иначе оно вздуется. И вот в таком виде можно оставить его сушиться. Мы оставлять сушиться не будем, запечем его так, как оно есть. Ставим на противень и оставляем в духовке 160 градусов до полного выпекания. Наша основа песочная в духовке выпекается 10 минут, а мы тем временем приготовим штройзи для пирога. Можно, конечно, готовить пирог и без штройзеля, но мне нравится во все такие кексовые основы добавлять что-то хрустящее. Это очень интересно, когда есть хрустящая такая, крошащаяся основа в очень мягком, сочном пироге. Оно очень просто готовится, в нем три ингредиента основных. Это масло, я взяла масло из холодильника. Это мука просеянная и сахар. Можно брать белый либо коричневый. И я взяла грецкий орех, он не сырой и не жареный. Он провел в духовке около 6 минут при температуре 160 градусов. Первое, мы просеем муку, тем образом она будет воздушная. У нас есть сахар и у нас есть сливочное масло. Орех мы пока не добавляем, нам нужно, чтобы он остался целым. И из этого нам нужно будет получить однородную такую почти пасту. Штройзель у нас размешался в однородную массу. Ну, посмотрите, вот такая симпатичная сложилась у нас масса. Сейчас мне нужно сделать штройзель равномерным, так, чтобы он превратился в одинаковые кусочки. Для этого я воспользуюсь вот такой решеткой. Ставлю его в мороз и буду уже использовать для того, чтобы посыпать на поверхность пирога. Смотрите, она пропеклась почти полностью. Чуть-чуть ей не хватило до полного запекания. И мы вот это чуть-чуть используем для того, чтобы покрыть ее дно желтком с молоком, чтобы заклеить вот эти дырочки, и чтобы сквозь них не протекало тесто. Достаем уже полностью проготовленную корзину. Вот такой она имеет теперь у нас внешний вид, но у нас закрыта. Оставляем ее остывать. Тем временем приготовим начинку. Приступаем мы к тому, чтобы приготовить наше сметанное тесто. Значит, у нас есть с вами сахар, сметана. Сметану я взяла самую жирную, которую нашла, 30%. У нас есть яйца, у нас есть сода, сливочное масло, и у нас есть мука с низким содержанием клейковины, то есть обычная мука, без претензий. Первое, что мы делаем, сметану смешиваем с содой, она постоит немножко. Добавляем наш реактивный ингредиент, тот, который будет поднимать наше тесто, сода. Вставляем на несколько минут. Мы взобьем сливочное масло с сахаром в вот такой красивый белоснежный крем. Так, у нас есть масло, у нас есть сахар. И из них нам нужно сделать красивый крем. Сейчас у нас ответственный момент. Мы добавляем яйца в масло. Почему ответственный? Потому что яйца – это у нас вода, а масло – это у нас жир. И они обычно не хотят соединяться. Для того, чтобы их соединить, мы нагрели. Я нагрела яйца, и масло у меня очень мягкое, то есть оно не холодное. Сейчас мы пробуем их соединить. Добавляю небольшими порциями. Жду, пока размешаются. Как хорошо смешалось у нас яйцо со сливочным маслом. Сейчас мы добавляем сюда сметану и затем добавим муку. Сметана у нас, как вы помните, с содой, в яйца масло и сахар. Все хорошо размешиваем до однородности. У нас получилось однородное кисто. И самое время добавлять муку. Смотрите, у нас все соединяется равномерно. Можем выкладывать его в нашу корзину. Чтобы добавить в наше тесто разных вкусов и текстур, я использую яблоко. Вот такие зеленые яблоки. Сорт их называется. Не знаю, как называется сорт, но я думаю, что вы их узнаете на полках в ваших магазинах. Вот такие яблоки мне нравятся за их кислоту, за то, что они держат свою текстуру во время выпечки. Очень здоровские яблоки. При помощи парижской ложки. Вот этот гаджет называется парижская ложка. И сейчас нам нужно будет нарезать симпатичные дольки. Выкладываем тесто в форму. Добавляем яблоки в нашу кусочную корзину с тестом. Тут нужно быть чемпионом по добавлению яблок, потому что чем больше яблок вы добавите, тем, конечно, это будет вкуснее. Мы с вами выложили почти целое яблоко у нас поместилось в корзину диаметром 18 см. И сейчас мы сверху выложим штрозель и будем выпекать наш пирог. Получается такая аппетитная картинка. Вы можете заменить грецкий орех на миндальный, на фундучный. Можете добавить туда цедру. Так, в духовку на 40 минут. 160 градусов. Ну вот теперь есть уже такие зажаренные места, вкусные. Сейчас оставляем пирог остывать. Он остынет. И я смогу его разрезать и показать вам, что внутри. Ждем. Вот как бы мы доставали пирог, если бы не было в форме, дна съемного. Ну, честно скажу, даже не представляю этого. А так, посмотрите, как удобно. Раз и... Раз и фокус. Так, вот хорошо снижается подложки пирог. Могу выставлять его на доску. Смотрите, как удобно и практично. Так, ну что, настал момент узнать, что у нас внутри. Давайте посмотрим, что у нас внутри. Посмотрите, какая красивая текстура. Посмотрите, какой аппетитный цвет у теста песочного. Давайте посмотрим, как оно выглядит внизу. Вы видите, что цвет очень аппетитный. Если его вдохнуть, понюхать, то действительно тесто с вами разговаривает, говорит вам о том, что я того самого цвета, того самого вкуса, который вы можете максимально от меня получить. Это действительно красивое... Красивое... И у нас есть, посмотрите, в таком простом изделии целых 4 текстуры. У нас есть текстура песочного теста, у нас есть текстура сметанного теста, у нас есть текстура яблока и текстура штройзеля. Это значит, что такое простое изделие подарит вам самые лучшие эмоции. Совсем чуть-чуть, да, настроение, несмотря на то, что зима, наконец-то, закончилась. Ну, вот добавили мы какой-то эмоции, подчеркнули объем, ну и вот такой вот сегодня мне большой кусок пирога достанется. А вам хорошего настроения и готовьте, и делитесь, что у вас получилось. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok